Наша задача взять обычного офисного человека, вывезти в лес, поставить на лыжи, поставить на велосипед и превратить его из широкого, вальяжного, 100-килограммового, широкой костью человека в подтянутого, стройного, вот с такой улыбкой. На стене грамоты и медали со множества соревнований, среди которых такие жесткие, как айронмен. Из них значительная часть то, что завоевали его воспитанники, участники его лыжного клуба. Офисные работники, бизнесмены, почти 40 любителей спорта он сумел собрать вокруг себя. Летом это обычно велосипед, а сейчас лыжи. Про них Иван, кажется, готов говорить часами. Снег у нас не очень чистый, то есть не бывает чистого снега совсем. И вот эта вся грязь, она остается на лыжи, и вот эта щетка, она очищает так называемую структуру лужи. Уральский ультрамарафон – это 100 километров по горам, испытания на грани ломки себя. Но для Ивана это сплошное удовольствие. Может, потому что лыжи для него в первую очередь увлечение. Вспоминает, начинал еще третиклассником в начале 90-х. Тогда ни нормальных лыж, ни бас, ни хороших тренеров почти не было. А сейчас современная экипировка, относительно недорогие в сравнении с теми же велосипедами лыжи. А тренирует Иван теперь сам и первое, чему учит разминка. Разогреть немножко спинку. Это упражнение очень полезное, называется «Покрутить бабкой». Здесь, в Ленточном бару, он с коллегами проложил несколько трасс, профессиональных, подходящих для тренировок любого уровня. И пользуются ею все желающие. С начала зимы я постоянно сюда приезжаю и постоянно катаюсь. Ну, вот этот круг, вот этот, примерно я так просчитал, поэтому 700 метров. Я вот 10 кругов делаю. Иван говорит, пусть бегают, не жалко, лишь бы не портили трассу. Говорит, для многих не очевидно, что люди здесь спортом занимаются. Кудроциклы, мотоциклы. Могут поставить здесь костер, развести, поставить мангал. Выход, уверен он, в том, чтобы таким, как это, трассам придать особый юридический охранный статус. Чтобы одни не вредили трассе и, кстати, самому лесу, а другие знали, где позаниматься спортом. Может быть, мы вытягиваем людей не просто с дивана. Некоторых людей мы вытягиваем из тренажерных залов. Некоторых людей мы вытягиваем, не знаю, из алкогольной зависимости. Тоже есть такие у нас примеры. То есть мы их вытягиваем и ставим вот сюда на лыжи, на велосипед, заставляем бегать, плавать и кататься. Золотой век массовой спортивной культуры, уверен он, еще впереди. А у него самого в ближайших планах весенний лыжный марафон по горам Камчатки. В тяжелейших, как всегда, условиях. Но не для медалей, а для удовольствия. Илья Кочетков, Дмитрий Денисов. День с толком.